Сейчас я хочу поделиться секретами электросварки. Рассказать все просто и понятно, чтобы даже тот, кто ни разу в руках не держал сварочный электрод, научился варить. Я так начинаю учиться варить, только это так кажется сложно да и опасно. Ничего, сейчас научим. Ух ты. Ого. А что это такое? Это крокодил. Честно, вот это мне больше, наверное, бласкогубцы. А это зачем? Это, в общем, металл защищать. Ого. Это, собственно, сам инвертор. Самая главная наша деталь, он как раз выработает нужное напряжение и ток для электросварки. Это не сложно, да? Нет, это очень просто. Сейчас я всем покажу. Саша, что это за плойка такая? Сюда вставляется сварочный электрод. Вот они и электроды. Ух ты. А я-то думаю, для чего у дедушки в сарае в Нарске они лежат? А куда его выкакивают? Вот эта штучка и сюда. Вот эта, да? Да, 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 да. Пробуй. До конца? Нет? Ну, можно, конечно, и так, но так может тебе неудобно будет варить. Ага. Опа. А, вот так. Попробуй сама. Сейчас. Давай, давай. Все? Класс. А что, можно начинать, в принципе, да? Ну, это как-то опасно. Ничего опасного. Главное, глаза защитить вот такой сварочной маской. И на руки надо одеть вот такие вот перчатки. Даже если шка попадет, то она от них отскочит. Какие перчатки? Ну, сейчас, в принципе, не сложно. Я их положу. А потом эта штучка куда-то... А куда? Сюда или сюда? Это зависит от толщины детали, так как на плюсовом выводе выделяется больше тепла. Поэтому, если деталь тонкая, тогда плюс подключаем на электрод. А если толстая, как у нас, то к детали, чтобы лучше прогрелось. О, все. Вроде все. Получилось. Вот они детали, которых мы сегодня будем варить. Ага. Ну, проблема в том, что они слишком ржавые. Их нужно зачистить напильником. А можно я попробую? Интересно. Ну, вроде того, да. А для чего вот эта штучка? Ее тоже нужно отключить, наверное. А это подстраивает ток под разные электроды. У нас электрод троечка, и здесь есть подсказка. Вот. 1,6, 2, 2,5, 3. Ага, значит, да. Мы его так ставим на 3. Если вдруг будет прожигать, тогда можно уменьшить. Или если плохо проваривать и залипать, тогда увеличить силу тока. А как сам процесс происходит? Как вот эти два металла, они могут соединиться? Сварка начинается, когда между деталью и электродом дуга начинает плавить металл. В образовавшейся ванне металлы смешиваются. И формируется шов. Чиркаешь как спичкой, пока не начнется сам процесс. Как только начинается процесс, то есть вот это... Оно должно свергать, правильно? Да. Задача твоя держать на примерно где-то вот таком вот расстоянии. Это сложно, знаю. Для начала надо добиться, чтобы стабильно горела дуга. Ничего себе. Все, я буду наблюдать тоже со стороны. Можу маску. Включаемся. Ты ж маску не забывай. Можешь через маску так... Вау! Может чуть меньше поставь? Пробуй, пробуй, пробуй. Главное так не смотреть. О, молодец. Молодец. А ты попробуй мне. О, держи. Все, супер. О. Ой. Прилипло, да? Да, прилипло. Упс. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, бывает и такое. Любишь экспериментировать и учиться новому? Тогда дело это безопасно. Онлайн курс безопасность жизнедеятельности от Национального исследовательского технологического университета МИСИС поможет тебе в этом деле. Здесь ты узнаешь, как защитить себя в разных ситуациях и научишься мыслить так, чтобы безопасность всегда была в приоритете. Еще ты найдешь курсы на разные темы и они добавляются. Поэтому следи за новостями. Все курсы бесплатные, так как МИСИС за открытое образование для всех желающих. Регистрируйся и Креатив безопасно. Ссылка в описании. В чем суть сварки? Нам надо соединить эту деталь и эту. Электрод берется, зажигается также дуга, допустим, ты ее здесь зажжешь. И потом надо перенести на вот этот вот разрыв. А. Дальше самое интересное. Чтобы оно хорошо сварилось, надо варить завитушками. Это как? Электродом вот так вот. Завитушки. Сложность в том, что электрод длинный, им сложно попасть на эти завитушки. Пробуй, как у тебя интересно получится. Ну, получается неплохо. Для того, чтобы шов получился красивый, важно держать постоянный зазор между металлом и электродом. То есть он должен быть практически вплотную. Вторая задача, это держать его не так, не так, а под 45 градусов. То есть вот начинаешь и так чуть-чуть. А, ну, я попробую. Под 45 градусов, да? Теперь следующий момент. Для того, чтобы хорошо проварилось, нужно вводить с постоянной скоростью. Ну, все, я вроде все сказал. Абрегат, включаю. Так. Ох. О, вот он. Давай, давай. Можно крутить. А, можно крутить. Метушечки, да, давай, давай. Видишь, там такая капелька? Да. Во, 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 во. Ой, оно жутко. Стоп, 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 стоп. Смотри, как получилось. Классно. Надо отбить шлак. Слышишь, потрескивает? Вот для этого есть этот молоточек. Откуда этот шлак тогда берется? Он нанесен на электродил. А, вот оно откуда. А зачем он тогда? Он защищает металлоотокисление. Ну, как-никак, у нас все-таки получилось. Как для первого шва это довольно неплохо. В чем была ошибка? Ты водила сюда, туда, сюда, туда. Поэтому получилось вот такими точками. Чтобы было красиво, как у сварщиков, за один проход. Я понимаю, да. Иду это вообще супер. В другую сторону еще надо говорить проварить для полноты. Ух ты! Чтобы точно не отвалилось. Вперед. Во, все, переводим сначала. И хватит за в этой пищу. Медленно, медленно, медленно. Медленно, как бы возить там. Очень хорошо. Все. Все, все, все. Что мы видим? Ага. Мы видим, что получилось довольно красиво. Ага. Уже не так громко. Смотри. Да, кстати, когда отбиваешь опалину, лучше прикрываться маской. Уже лучше брать, да? Смотри, и уже такие даже наплывы, как у профессиональных сварщиков образовались. Сейчас я скоро мастером буду. Ты посмотри на эти счастливые планы. Получилось. Все так просто получается. Ну, как-то... Я не ожидала, что так легко будет даже. Интересно. Так что не бойся, пробуй сварки. Это просто, у тебя все получится. Как тебе новый формат видео? Стоит ли продолжать? Пиши, чему бы ты хотел научиться. А в следующем ролике я соберу карманный сварочный инвертор на аккумуляторах. Сварщик, сварщик, парень работящий. Все, кто хочет денег много получать. Сварщиком, конечно, пусть мечтает стать.